Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, с нами сегодня Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. Сегодня простой вопрос. Лазерное удаление, какой рекомендуется уход сразу после, что делать вообще, если повреждена кожа, какой уход и интервал оптимальный и вообще минимально возможный? При нетравматичном удалении, когда нет повреждений кожи, нет кровотечений, нет ожогов, как таковый уход, в общем-то, и не нужен. То есть различные варианты ухода, которые бывают, рекомендую, где-то пишу и так далее, там, не знаю, различные троксивозины, когда даже просто в целом рекомендую, там, троксивозины, обязательно наносите там еще что-то, какие-то мази и так далее. То есть, если нет травмы кожи, то нет, собственно говоря, и причин вмешиваться, в общем-то, в процесс. Потому что то повреждение, которое нанесено на уровне дермы, где пигмент нас, да, вызвал и отечность, и повреждения, во-первых, ничего не сможем делать, а во-вторых, мешать этому процессу, собственно говоря, не стоит. То есть иногда, бывает, рекомендуют наносить глюкокортикостероидные какие-нибудь мази, чтобы быстро снять отек. Отек-то мы снимем, но в целом погасим и асептическое воспаление, которое идет в тканях, в общем, которое нам, по большому счету, нужно, чтобы удалить этот пигмент. Поэтому из рекомендаций при методически правильном нетравматичном удалении перманентного макияжа – это охлаждение. Исключительно для того, чтобы быстрее снять отек, раз, и облегчить участь пациента, да, то есть сразу становится более комфортно, то есть это потому, что существует ощущение жжения, печет там и так далее. Мы быстро холодом это компенсируем, то есть как бы снижаем эти все неприятные ощущения. Все понятно. Интервал минимальный, максимальный, ну максимально ладно, минимально возможно? Оптимальный вариант, оптимальный промежуток между сеансами, рекомендуемый, в принципе, мировым сообществом – это 6-8 недель. То есть делать чаще, да, даже по настоянию клиентов, когда они звонят, там, вот я через 2 недели у меня все хорошо, давайте еще раз сделаем, не имеет смысла. То есть если бы можно было 10 раз, например, там, пройти по татуировке с интервалом в час или через день, и это бы как-то поспособствовало более быстрому удалению, ну, я, в общем, все бы так и делали, да, потому что уже очень много времени ищут различные методики улучшения, да, увеличения скорости удаления пигмента. В целом необходим этот промежуток, этот зазор 6-8 недель, необходим для того, чтобы тот раздробленный пигмент, который мы получили в процессе воздействия лазером, был удален из кожи фагоцитами, макрофагами, иммунной системой, в общем-то, да, и освободил нам дорогу для, ну скажем так, глубь лежащих, в общем-то, слоев пигмента. Потому что если мы будем чаще делать, это увеличит количество процедур, но не сильно увеличит качество, то есть эффективность их. Всем спасибо за просмотр, пишите вопросы, может быть какие-то случаи интересные, там, из вашей практики в описании к этому видео. Всем пока!